Ну что ж, продолжаем. Следующая моя задача – разобраться с твоими ценностями, как фундаментом твоей опоры. Еще раз, тебе может казаться, когда же мы перейдем к разговору о развитии, когда же я буду знать об обучении, о развитии, или там, о том, чему мне учиться всему свое время. Сейчас твоя важная задача – разобраться со своими ценностями, как с фундаментом твоим, то есть то, на чем ты будешь строить свою опору. Итак, если мы посмотрим на человека и представим его в виде айсберга, то единственное, что мы сможем с тобой увидеть – это твое поведение. Наблюдать за тобой – я постараюсь в ходе этого наблюдения попытаться подумать, что для тебя важно, потому что я смогу видеть твои поступки. Слушая тебя, я могу понять, какой твой образ мышления. Но то, что ты говоришь в совокупности с тем, что ты делаешь, демонстрирует твои внутренние убеждения и внутренние твои ценности. И в глубине всего являются ценности. Поэтому твое поведение – это не причина, это следствие. Следствие понимания тобой, твоих ценностей. Давай попробуем разобраться с твоими ценностями. Тебе потребуется вновь лист бумаги или лист блокнота. Напиши сверху ценности. Вот так, как у меня. И мы сейчас создадим некоторый блок из твоих ценностей. У нас будет задача, я буду говорить, как их работать, а ты будешь работать, и я буду работать вместе с тобой. Итак, что я считаю своими главными ценностями в жизни? Давай поедем. Прямо в первом уголочке пишем – раз, два и три. Перечислить три главных ценности своей жизни. Я написал. Теперь следующий список из трех вещей. А что ты любишь больше всего делать? Раз, два, три. Я пишу рядом с тобой, вместе мы с тобой занимаемся одним и тем же, чтобы мне было понятно, сколько времени ты на это тратишь. Итак, что ты любишь больше всего делать? Смотри, у тебя уже шесть твоих ценностей, а мы пойдем дальше и посмотрим, что дальше. О чем ты мечтал, когда ты чувствовал себя в пике своих состояний? Вот, знаешь, есть такое понятие, когда человек на коне, то есть он успешен, у него все получается. Вот он в этот момент является человеком, которому море по колено, он может совершить все. Я уверен, что у тебя были такие состояния. Вспомни, пожалуйста, если ты переживал такое состояние, что ты чувствовал тогда? Какие вещи, какие эмоции ты тогда переживал? Давай тоже запишем. Раз, два, три. Я недавно ощутил это состояние. Я ехал по дороге Москва-Воронеж, и такой момент я словил, что как же классно все сейчас идет. Что-то такое, вот об этом я хочу тебе сказать. Вот этот момент, когда ты думаешь, о, как же все классно. Супер. Следующее. Вспомни, пожалуйста, что ты любил больше всего делать, когда ты был ребенком. Я написал, я любил фотографировать, гулять и читать. Теперь, следующее. А что ты любишь повторять в своей жизни? Какие действия ты часто повторяешь? Ну, имеется в виду, раз в субботу хожу в баню. Или там, я регулярно делаю то-то, то-то. Я по утрам делаю зарядку. Давай тоже запишем. Раз, два, три. Вещи, которые ты регулярно повторяешь. Я, например, люблю наводить порядок. Окей, отлично, закончили. Следующее. Теперь будет интересная игра. Она, знаешь, такая из области волшебства. Это, собственно говоря, и есть волшебная коробка. Твоя задача записать три важных вещи. Какие? Первое. Представь, что ты можешь достать из этой коробки любые предметы. Материальные, нематериальные. Там, я не знаю, например, здоровье для всех. Ну, как вариант. Это вещи, которые абсолютно могут не иметь никакой ценности. То есть они могут стоить сколько угодно. То есть цена не имеет значения. Главное, что для тебя важно. Так вот, первое. Что бы ты достал из этой волшебной коробки для своих друзей? Или для какого-то конкретного друга? Второе. Что бы ты достал из этой коробки для своей семьи? И третье. Что бы ты достал там? Что бы ты достал там для самого себя? Что ты хочешь оттуда вытащить для себя? Прекрасно. Смотри, какой у нас уже большой список. Интересное другое задание. Три предмета. Тебе нужно взять три предмета. Снова раз, два и три. Что бы ты взял на необитаемый остров, если ты знал, что не надо думать о пище, не надо думать о безопасности, не нужно думать об одежде. То есть, все вопросы твоей жизни уже решены. Не нужно ни о чем думать. То есть, не нужно продукты, не нужно там, не знаю, все что угодно. Но ты там один. И напиши три вещи, субстанции, не знаю, что бы ты взял туда с собой. Никаких ограничений. Окей. Интересно, да? Теперь другой вопрос. Представь, что все, что есть в твоей жизни, вдруг исчезло. То есть, вообще ничего нет. Все уехало в какой-то склад, на какой-то склад поместилось. Все ушло непонятно куда там вообще, сложилось в какой-то отдельной коробке. Вот ты один в пространстве. Ничего нет. То есть, ни твоих родных, ни близких, ни квартиры, ни машины, ни дачи, ни собаки, ни кошки. Ничего. Вот ты просто один. Какие бы ты три предмета, или три вещи, или три человека, там, не знаю, что бы ты взял из этого склада к себе, что бы твоя жизнь вновь наполнилась смыслом. Интересно размышлять, конечно, с этими упражнениями. Каждый раз, каждый раз, когда я веду вебинар или делаю эти упражнения сам, я понимаю, насколько же ты разный в разное время. И сегодня ты думаешь об одном, а может быть тебе появится там, или покажется что-то другое. Окей, может быть, тебе в этот момент захотелось подумать и записать о себе какой-то вывод. Может быть, какой-то инсайт ты испытал. Может быть, что-то, что важное, которое ты бы хотел поделиться с нами. Кто-то хочет, может быть, написать даже в нашем чате какую-то идею, которая пришла к нему в голову. И сейчас он чувствует, что практически час, который мы провели вместе, он точно был для него не зря. Мы будем очень рады увидеть какое-то сообщение в нашем чате. Или просто что все окей, все супер, продолжаем. Давайте оживим немножко наш чат. Мы сейчас писали, писали, думали. Все, что вам придет в голову. Окей. Как настроение? Движемся дальше. Какие-то свои собственные внутренние переживания, инсайты. Все, отлично. Продолжаем, Михаил. Спасибо. Да, отлично. Настроение. Семья очень важна. О, прекрасно. Отлично. Оксана, единичка. Все хорошо. Да, вижу. Угу. Прекрасно. А мне, знаете, какой пришел вот инсайт? Я сейчас поделюсь с вами, что несмотря на то, что ты вроде находишься в каком-то таком постоянном движении, в саморазвитии, потому что ты все время что-то читаешь, смотришь, я понимаю, что базовые вещи, которые дают мне наполнение жизнью, в общем-то никак не связаны с большим количеством внутренней информации. Все равно остается что-то самое-самое важное в соответствии с тем, что для меня вот именно вот этот список, листочек, которые я сейчас исписал, они важны. И именно вот от того, что в этом листочке написано про мои ценности и есть, наверное, то, что важно. И в бесконечном выборе хочется в первую очередь видеть что-то простое, родное. Абсолютно согласен, Максим. Спасибо тебе большое. Окей, движемся дальше. У нас появился список твоих ценностей. И этот список позволит тебе посмотреть на них, подумать о том, что же для тебя является важным. И вот как только ты думаешь, что вдруг твоя мотивация начала снижаться, ты берешь этот листочек и начинаешь читать. Ага, вот, а вот же для меня важный. Уверен, что ты здесь найдешь повторение. И как только ты увидел, что это важно, ты начинаешь это в своей жизни поднимать, это важность, значимость. То есть обращать внимание к этим людям, делать какие-то поступки, делать так, чтобы эта значимость, этого события в твоей жизни поднималась. Помнишь, важно и выбор. Ты будешь выбирать это, чтобы твои ценности делать. Итак, система, то есть ты написал свои ценности. Система своих ценностей позволяет тебе видеть мир. Но это всего лишь часть мира, потому что у меня другие ценности. И будучи рядом с тобой, я тебе открываю еще кусочек мира своего. Ты мне своего, а я тебе своего. У нас получается, как бы пошире получается мир. Таким образом, что мы разные, я уже говорил об этом, видя мир по-своему, мы друг другу показываем частицу своего мира. И только, когда мы понимаем друг друга ровно настолько, насколько совпадают наши системы ценностей. А ценности – это то, что невижено снаружи. Ценности – это то, что проявляется у тебя внутри. Это не слова, это твои поступки. Соответственно, все, что ты делаешь, это значит, ты делаешь в соответствии с своими ценностями. А что ты не делаешь, даже если ты говоришь об этом, твоими ценностями не является.